Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я не знаю, какую мне профессию выбрать. Я учёл с инженера-строителя в девелоперы, а потом просто закончил совсем. Три года не работаю по своей специальности, не могу туда вернуться, не хочу, но хочу, не знаю чего. Много курсов дополнительных прошёл, тренингов, шаманов, экстрасенсов, психологов, коучей и наставников, но отклика не получил. Как будто оборвалась моя жизнь, как найти себя, что делать, я уже немного устал. Ну, смотрите, во-первых, первое, что я, пожалуй, хочу спросить у вас, это то, что вы, как говорите, что устали, вот, потому что, ну, вот, как-то так, да, получается, что нигде вы не нашли отклика. Скажите, пожалуйста, какого отклика вы хотите? То есть вы с какой целью, вот, грубо говоря, идёте, вот, к психологам, экстрасенсам, как вы говорите, значит, ну, шаманам и так далее, то есть цель-то у вас какая. А, потому что, потому что, есть ощущение, такое вот, небольшое, что вы как-то, может быть, сами не очень знаете вообще, вот, ну, с чего вы хотите. Да, ну, вы, в принципе, в принципе, вы об этом и говорите, что вы не знаете, что вы хотите. А вот, если ситуация, грубо говоря, такая, то вам нужен один психолог для того, чтобы к себе разобраться, вот. Чего вы хотите, чтобы понять, чего вы хотите, чтобы понять, что-то о себе, чтобы понять свой вот конфликт, если он у вас есть, потому что, когда вы ушли из профессии инженера-строителя в девелопере, кстати, что такое девелопер? То есть это разработчик, но разработчик чего? То есть это разработчик компьютерных программ, это разработчик видеоигр, то есть куда вы ушли-то, вот. И вы пишите, что, по-моему, просто закончил совсем. А вот, тоже, довольно интересный момент, что это значит? А, тут, как бы, ну, что значит, вы закончили совсем? То есть вам надоело и это? Или что? Вот, то есть тут, ну, в данном случае нужно, конечно, как-то вот внимание обратиться, пожалуй, на этот момент, на субъекты, на... субъективном, ну, на субъективном уровне. Вот, посмотреть нужно. Вот, такой момент здесь. Дальше. Вы пишите, что три года не работаете по своей специальности, не можете туда вернуться и не хотите. Опять же, вопрос. Вопрос. Не можете, не хотите, не можете вернуться туда. Почему? Ну, то есть, вам не нравится что-то, да, и так далее. То есть, вот, вы не хотите вернуться, потому что вас, ну, не устраивает что-то, опять же, и так далее. То есть, вот, как вы оказались вот в том месте, где вас, вот, ну, грубо говоря, там, что-то не устраивает? Вот, то есть, как у вас это изменилось? Вы ведь выбрали как-то эту профессию и так далее, да? То есть, вот, 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 вот. Сейчас она вызывает у вас опоржение, да? Довольно сильное. А, смотрите. А, смотрите, лично у меня складывается такое впечатление, вот, что вы очень много вкладывались в свою деятельность. Вот, и сейчас как будто бы просто перегорело. Такое у меня складывается ощущение, вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, ну, на мой взгляд, вам нужно смотреть в сторону вот этого, в сторону вот этих аспектов. А, как мне видится. Чтобы, ну, если вы хотите, эм, э, себя понять, да? Что вы хотите себе разобраться. Дальше. А, значит, хочу, не знаю, чего. Ну, надо посмотреть, надо все-таки разобраться, чем, чего вы хотите. Вот. А, и посмотреть, скорее всего, тут действительно имеет место быть. Некие внутренние конфликты, которые, которые у вас, э, э, ну, как бы присутствуют. Вот. Поэтому я думаю, вот, что вам бы нужно в этом направлении, значит, поисследовать себя. Ум, ну, 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 что вы делали. Но, тем не менее, вам нужно себя преследовать. Я не знаю, хотите ли вы этого или нет. На данный момент, конечно. Но вам это очень важно, потому что, если человек не знает, чего он хочет, то это означает, что он себе что-то подавляет. Это означает, что вы подавляете что-то в себе. То есть, есть какой-то такой обесценивающий фактор, обесценивающая тенденция, если угодно. Вот. Надо посмотреть, что она из себя представляет, как выглядит. Вот. И ее подкорректировать. Тогда, я думаю, все у вас более-менее нормализуется. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. कинnt